То, что сейчас происходит, это результат этого действия киевского режима. Но не только в Донецке и Луганске люди страдали от агрессии Киева, но и в спецоперации. Как я сказал, я беседовал с разными людьми, простыми людьми из новоосвобожденных городов. Они за эти 8 лет жили реально под диктатурой неонацистов. Даже они не могли праздновать День Победы. Им не давали говорить на своем родном языке. Или в школах навязывали детям ненавидеть своих соседов. Но я все это прямо слышал от простых людей Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Во время этой диктатуры люди исчезали, пропали без вести. Это не на войне, это все было до спецоперации России. И там еще показывали нам нацистские литературы, которые нашли в штаб-квартирах азовцев. Они показывали еще нам видео каких-то средневековых обрядов неонацистов страшных. Но мы видели со своими глазами вот этот обыкновенный фашизм.